Развилковская школа для Ирины Евгения Многеша как второй дом. Здесь она училась сама, сюда же пришла работать 27 лет назад учителем истории. Наша героиня потомственный преподаватель. В школе работали ее дед, отец, мать, тетя и дядя. Поэтому она с детства знала, кем хочет стать. Большое влияние на выбор профессии оказала и бывший учитель истории, самой Ирины Антонина Филипповна Милова, с которой наша героиня общается по сей день. А выборе профессии не жалела ни дня. Это драйв, понимаете, эти глаза, эти улыбки, которые. И даже когда у тебя плохое настроение или что, приходишься, обо всем забываешь. Поэтому это жизнь. При этом свою задачу Ирина Евгеньевна видит намного шире, чем просто познакомить школьников с мировой историей. Задача, конечно, современного учителя – попытаться все-таки научить их отбирать информацию. Правильную информацию, правдивую информацию. Но при этом, конечно, иметь собственное мнение. Я, конечно, пытаюсь что-то доказывать со своей стороны. Но у детей всегда должно быть право выбора, какую точку зрения им принять. Но я их всегда учу. Если ты сказал «да, я утверждаю», докажи и приведи конкретный пример. Наша героиня каждый свой урок старается построить так, чтобы детям было интересно. Что это будет – классическая лекция, дискуссия, игра или даже театральная постановка? В каждом конкретном случае рецепт свой. Ирина часто готовит со своими учениками театральные постановки на исторические темы. По ее мнению, это еще один способ проникнуться, прочувствовать события, повлиявшие на ход истории. В пятом-шестом классе мы с ними готовили общешкольные мероприятия Гненародного единства. Показали прекрасный спектакль. У нас были по блокаде Ленинграда с привлечением театрализованной постановки от Ани Савичевой. У нас было позапрошлом году, мы готовили День неизвестного солдата. Потрясающее, трогательное мероприятие. Ученики Ирину Евгеньевну любят и стараются не пропускать ее уроки. Многие уже поняли, что без знания мировой истории трудно строить будущее. Если бы мы не знали историю, мы бы не знали нас самих. Мы бы не знали, какие были ошибки, повторяли бы их. И мы учимся, таким образом мы узнаем что-то новое, может быть, что-то полезное для себя. Ирина Евгеньевна очень хорошая, она очень хорошо объясняет, сразу все понятно. И она нам всем очень нравится. Ирина Евгеньевна, она делает сама презентации, рассказывает нам все, иногда мы играем. И очень интересно, с ней весело. Еще Роберт Рождественский писал, учитель – профессия дальнего действия, главное на земле. И глядя на таких учителей, как Ирина Евгеньевна, с ним сложно не согласиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.